здравствуйте дорогие зрители слушателей и читатели думской сегодня в нашем подкасте диванная аналитика с вами будет беседовать автор думской росислав баклаженко и обозреватель думской сергей дебров здравствуйте ну как неделька прошла да продолжается еще активно активно продолжается интересно идет под так сказать под знаком президента в принципе последние дни проходят события и сегодня собственно он устроил какой-то как назвали пресс-марафон где безостановочно общается с журналистами которые ему задают разные вопросы умные не очень он отвечает тоже умный раз вот ну и собственно как бы уже пятницу одесса станет снова еще больше почувствовать на себе президентское присутствие потому что как он подтвердил ходе этого пресс-марафона что последний день рабочей недели он проведет в одессе и как 90 процентов по информации сми это будет связано с презентацией так сказать нового учильника одесской облгосадминистрации но интересная ситуация почему-то вот второй раз в одессе уже сватают нового как говорят губернатора и оба раза это чемпион по неизвестности до ху из мистер будущий губернатор это вот нужно писать на детских заборах как раньше клара будиловская теперь губернатор кто здесь кто это вообще такой то господин андрейченко в который за свою жизнь один или два раза вообще подал внимание сми теперь господин куц и которая свою жизнь или два раза был в одессе по всей видимости при том что губернатор президент сказал мы будем советоваться посоветовались выбрали самого неизвестного и его назначили почему потому что он самый неизвестный потому что он самый не зашкваренный как сказал сегодня президент и у него чистая репутация но пришло время значит ее пачкать или 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 как и шквай ну да ну поживом увидим с чистого листа надеюсь что этот лист чистый начинается новая история детской областной администрации по некоторым данным из тех пяти кандидатур которые были предложены президентом то вроде как лидировал максим болгин да и уж такие люди как ольга квасницкая были имели больше скажем лайков чем куций который опять таки по некоторым данным занял последнее место но на будущее те кто участвует таких мероприятиях вопросах должны хорошо подумать чем больше лайков тем больше человек известен чем известнее человек тем больше у него друзей и соответственно тем больше врагов не будет ли в дальнейшем мой лайк за человека которого я действительно хочу видеть губернатором не будет ли он работать был против него в данном случае сработал всего там счет 50 за куцева высказались это примерно соответствует близкому кругу общения любого человека в этой стране и наверняка ни один из них не сказал ничего против но вот имейте ввиду что на будущее просто молчите вот молчите и тогда есть шансы что ваш любимый кандидат таки займет любимую вами должность как вариант как но и выводы надо делать по ходу и надо надо адаптироваться к этой ситуации что касается марафона хотел бы отметить это очень смелое решение это невиданный ранее формат тут наш президент показал себя как творческая личность как креативная личность как выносливая личность потому что многочисловое такое общение с людьми не всегда настроенными позитивно к себе это хорошо но с другой стороны все-таки мне кажется немножко не хватает президенту опыта особенно опыт удержания заказа зубами тринкалы краще жваты не жары вот конечно каждый увидит в этой в этой видеотрансляции или там в аудиотрансляции увидят что-то свое я например увидел там основание для нескольких импичментов и нескольких уголовных дел например эти за что хотел это видит что вижу там и пою кто-то увидит как у нас президент молодец кто-то что он не молодец но в целом могу сказать формат интересный забавный особенно забавно следить кого допустили к телу а кого не допустили к телу тоже тут есть и чем подумать выше думаете по этому поводу бреди представители думской не было по-моему на это мероприятие да насколько знаю были представители думской тела однозначно действительно смелый проект на мой взгляд несколько может не проработанный потому что журналисты заходят меняя друг друга как целыми командами наверняка многие ну задавали одни и те же вопросы вот поэтому возможно формат этот нужно как-то более обработать но в целом вообще принципе не совсем ясно зачем 10 часов нужно отвечать на вопросы журналистов ну в другой стороны чтобы потом не говорили вот и вам вас не пустили вот уж всех удовлетворил так удовлетворил хорошая иллюзия помнится лет 20-30 назад когда был совсем молодой читал книжку одной французской голландской автор киек расскажет она провела подобное мероприятие в париже но правда это было не пресс-конференции это было немножко другое тоже был марафон она осталась очень довольна я думаю что большинство участников тоже довольны вот как-то аналогия какая-то она конечно неуместная совершенно но почему-то налезет и не знаешь что с собой делать может со мной что-то не так может быть может быть да что у нас еще было такого хорошего может что-то хорошее было ну хорошего каждый день у нас хороший есть например был очень нехороший этот эпизод но он довольно выучился забавным эпизод с трамваем вернее с трамваями которые на протяжении почти трех часов фактически были блокированы в районе привоза на пересечении улицы пантелеймонской и на ощупь нового ряда когда просто эта история попала в кавка в камеру вид виде наблюдений ловкие журналисты при ускоренном ритме этого видео сумели сделать такой пятиминутный ролик который показал ну к сожалению показал какой какой бардак в головах наших людей то есть женщина оставляет свой автомобиль на так называемом островке безопасности причем оставляет его так что трамваи идущие со стороны города в сторону черемушек и таирова не могут его объехать что что вообще собственно происходит полицию полиция всем известно будет ехать очень долго поэтому народ решает своими так сказать руками и переставляет проталкивает эту машину и выталкивают ее но другие рельсы по которым идет 11 трамвай и и теперь уже он не может проехать что происходит дальше опять таки люди в общем они эту машину толкали туда-сюда и через спустя 33 часа пришла хозяйка авто своим ребенком и уехал там был один эпизод через два часа все-таки нашлись люди которые подумали что не нужно толкать вперед назад можно толкать лево вправо поразило другое что они июне в этот раз не только они ее просто подняли и переставили вот и чем самое интересное что к сожалению смешно смешно но такие ситуации происходят практически каждый день и каждый раз диспетчеры ркп дескрультер транс его сообщают о таких эпизодах в полицию но к сожалению полиция как правило приезжает очень поздно минимум через час я не исключаю что она приехала поэтому вызову не исключаю что он был вызов и часа через три еще приехала полиция сказала ложный вызов то ничего же нету но и как как ни странно тут получается что полиция полицией однако наши люди продолжают оставаться нашими людьми и ежедневно паркуя свои машины не думая о том что здесь проезжает трамвай это многом говорит но в этой истории мне более всего интересно что стало с хозяйкой этой машины когда она увидела это видео потому что она приехала с ребенком поставила машину пошла в парк погуляла с ним в парке вернулась на то же место где стояла машина села и уехала и вдруг оказывается что эта машина жила насыщенной жизнью да туда сюда влево вправо вперед назад ее касали сотни но десятки людей ну теперь она будет уважать свою машину между прочим знающие люди говорят еще и другое что эта машина уже никогда не будет прежней хотя судя по видео когда женщина пришла она похоже что не увидела ничего странного но люди знающие говорят что вмятин в этой машине будет немало вернее есть вы не могу я качество металла корейская это китайская машина учитывая качество металла да я думаю что она уже прошла вокруг своей машины убедилась туда жизнь была бурной и интересной но вот было более печальное событие опубликовала прокуратура видеозаписи с камеры скрытой камеры наблюдения размещенный в отделении полиции на вокзале и честно скажу для меня это было не то что неожиданностью какой-то странностью для меня это было очень обидно потому что еще до совсем недавнего времени считал что патрульная полиция это какой-то все еще островок какой-то нормальной жизни в нашем а выдашном ведомстве я искренне помогал полицейским когда видел полицейскую машину скрытым капотом обязательно сначала скажу ребята чем могу помочь я искренне желал им добра я смотрел они как на кадровый резерв дальнейший который пойдет другие подразделения полиции принесет туда добрые вещи но к сожалению это доброе оказалось не таким добрым и не таким а вполне даже привычным в плохом смысле этого слова вот эта ситуация для меня еще наслоилась следующие полицейские те достаточно одесса маленький город и полицейские которые там на этом видео хоть и закрытыми лицами неизвестный в городе и известные как как хорошие ребята как люди которые искренне работали которые искренне хотели принести добро людям которые помогали тех ситуаций когда могли сказать извините у меня пять минут до конца смены вызовите кого-то другого или например но там попрошайки там дети ну это же не моя работа эта работа там ювеналов нет эти люди искренне помогали бескорыстно и вдруг такое видео полгода я вспомнил что первый скандал который был с полицией тоже был в подобной ситуации когда был вызов на семейную драму когда сын не совсем адекватный сын требовала своей матери деньги приехали полиция его успокоила заодно успокоила пару ударов дубинкой после чего сын умер я не сомневаюсь что это было сделано из лучших побуждений что другого способа разуметь этого дебошира наверное и действенного наверное не было из лучших побуждений неся добро людям хорошими намерениями к сожалению люди пришли к тому что мать осталась без сына пускай даже такого не путевая эти полицейские остались с уголовным сроком и действительно тут я думаю еще мы не однократно когда тень вернется наде動 что мы вернемся когда будет уголовное разбирательство по этому поводу надеюсь что вернемся когда будет обсуждении приговора надеюсь на все таки будет к сожалению благими намерениями дорогого адана и на да все таки вы выслана и вот очень такое трудное видео по этому поводу иллюстрацию мы мы могли на этой неделе посмотреть будем надеяться что приговор будет результативный будем хотелось бы видеть еще и активное скажем так содействие полиции расследованию очень бы хотелось видеть вернее хотелось бы не видеть того как не хотят комментировать того как пытаются перевести внимание на какие-то другие эпизоды кстати между прочим полиция уже отреагировал на эту ситуацию из этого самого отделения вернее как опорного пункта на вокзале исчезла табличка что это полиция поэтому может быть это и есть реакция которой мы ждем или которую мы не ждем или кто-то и украл потому что полицейские подумали что лучше вообще ничего не делать не вмешиваться не трогать ворует пусть ворует табличку на металлолом но это не наша ответственность это ответственность я не исключаю такого варианта возможно каждый день как говорится готовит нам новые чудеса поэтому рассуждая о том что было хорошего давайте не будем утомлять зрительский актив и о чем-то действительно хорошим поговорим в следующий раз или в комментариях под этим видео до встречи до встречи